Мы все знаем сказки. Жил-был Иванушка-дырачок, и послали его добывать жар-птицу, и пошел он в лес, встретил он Бабу Ягу, и Бабе Яге он понравился, она не стала его кушать, она дала ему волшебный клубочек. С этим клубочком он дошел Бабу Ягу, а заодно и себе прекрасную царевну. Злые братья пытались себя обмануть, но у них не вышло. И стали они жить и поживать, и добра наживать. Все с такой структурой сказки знакомы. Если говорить более строго, это перед нами волшебная сказка, да еще двухходовая. Один ход до момента добывания царевны, потому что он может просто вернуться домой, на этом все закончится. Либо попадается злым братьям, которые пытаются его обмануть, и начинается второй ход. Сказка может быть одноходовая, она может быть пятиходовая, всем известные сказки «Тысячи одной ночи», если мы вспомним, они так и устроены. Симбад Мари Ход только добыл то, что хотел, бац, случается что-то еще, и он вынужден впускаться в новое приключение за следующей вещью. Это арабские сказки письменные, они, конечно, многоходовые. Сказка вненациональна, поскольку это очень развлекательный жанр, то мы их рассказываем ради удовольствия или мы их читаем ради удовольствия, они легко пересекают национальные границы. В отличие от мифологических текстов, в отличие от песен, они гораздо меньше привязаны к конкретной территории, скажем, к конкретной этнической группе. Поэтому, конечно, вопрос о том, есть ли у сказки социальный контекст, он проблемный. Что значит, есть ли у сказки социальный контекст? Это означает, каким образом такой развлекательный, такой интересный текст сказки, как он взаимодействует с обществом. Ну вот как бы есть, например, общество мусульманские общества, есть, например, общество христианские, есть, например, охотники Алтай. Рассказываются ли там сказки о Золушке одинаково или что-то меняется, а если меняется, то связано ли это вот именно с особенностями этого общества? Это на самом деле сложный вопрос и проверить его не так легко. Как это проверить? Один из способов, это берется сюжет сказки. Например, сказка о Золушке. И сказка о Золушке или, например, сказка, известная нам в русском варианте, о падчерице и морозко, девушка, которая была послана к морозко добывать огонь, они существуют в огромном количестве вариантов. Например, сказки про падчерицу и морозко, их более 900 ойкотипов. Ойкотип – это значит, это вариант, свойственный данной этнической группе. Дальше мы смотрим, мы делаем такую карту, мы распределяем эти варианты все по карте, смотрим, чем они отличаются и смотрим, где они находятся. И пытаемся выделить какие-то закономерности, которые могли бы объяснить особенности внутренней структуры. И тут начинается интересного, потому что на самом деле почти никаких закономерностей мы, корреляции, мы не нашли. Сам сюжет сказки плохо коррелирует с социальной действительностью, то есть неважно, в каком обществе человек рассказывает, охотников или собирателей, скотоводов или кочевников, все равно золушка будет золушкой, а падчерица получит свою награду за то, что она такая добрая и хорошая. Но есть два отступления от этого. Первое – тип награды. Например, в сказке падчерица, как вы понимаете, она идет за огнем к морозко, к некоторой ведьме, к хозяйке зимы, персонаж разный. По дороге она помогает разным существам, срывает с яблоней яблочко за это, потом яблоня ей помогает и так далее. И в благодарности помогает морозко, выполняет все поручения и возвращается домой с наградой. Послед за ней идет ее сестра, которая противная, вредная, ничего не хочет делать и за это оказывается наказана. Так вот тип наказаний для плохой сестры и тип награды для хорошей сестры коррелируют с типом общества. Если это общество христианизированные или мусульманизированные, то она получает в награду удачный брак и высокий статус, обычно выраженный в одном субъекте. Она получает принца или, по крайней мере, она получает материальную награду, золото вываливающееся изо рта, когда она говорит, или корзину, наполненную золотыми орешками. Если речь идет об обществах других, то там награда гораздо более практичная и редко связана с повышением социального статуса. Но это понятно, потому что для этих обществ, собственно говоря, повышение социального статуса не очень релевантно. Это общество не жестко стратифицируемое. Другими словами, если общество имеет жесткую стратификацию, много разных социальных групп, то и добрая девушка в сказке будет к этому стремиться. Другое, гораздо более интересное, это то, как распределяются альтруистические мотивы в сказках. Есть сказки альтруистические, то есть сказки, где герой идет по лесу, и вот идет девушка по лесу, и она срывает, просто так помогает яблони, и яблони за это ее потом благодарит, предлагая помощь. Это называется реципрокный альтруизм, обменный альтруизм. Нам кажется, что таких сюжетов очень много, на самом деле их мало. Нам кажется, что их много, потому что они входят в наш топ-10. И в результате происходит следующее. Если мы наложим сказки структурой, где герой помогает кому-то в обмен, получает помощь просто так, реципрокный альтруизм, со сказками, где ему приходится бороться, например, он добывает себе мечом, он храбрый, он умный, он отгадывает загадки, то есть это не реципрокный альтруизм. Выяснится, что в их распределении по карте Европы есть закономерность. Сказки, где альтруистических мотивов очень мало, записаны в протестантских странах. Сделая немножко вступление на секунду, запись массовых сказок началась в начале XIX века, кое-где в конце XVIII были записаны, но в основном это XIX век. К этому времени вся Европа поделилась на протестантские культуры и на культуры католические. Так вот, в культурах протестантских сказки с альтруистическими сюжетами были очень непопулярны, а в культурах католических и аштадоксальных, православных такие альтруистические сюжеты, наоборот, вызывали одобрение. Можно предположить, что поскольку в ментальность протестантизма входит идея добиваться все самому, строить свой мир и свой дом своими руками, идея помощи просто так, она не очень нравилась и поэтому плохо передавалась, поэтому эти сюжеты передавались меньше, чем сюжеты, где герой добывал все своим умом и находчивостью. Вот как взаимодействие сказки со социальным контекстом. То есть на самом деле не сам текст сказки, а скорее то, какие сюжеты и где распространяются. То есть есть небольшая корреляция, что культуры с определенным типом религии будут любить те сюжеты больше или меньше. Кроме этого, надо сказать о ритуальных возможностях сказки. Как это ни странно звучит, мы рассказываем сказки детям ради развлечения. Можно себе представить, что мы раньше это рассказывали взрослым и взрослым. Еще в 19 веке, в начале 20-го глубочные издания сказок активно читались крестьянами. Это было такое хорошее чтиво. Но во многих культурах рассказывание сказок, это есть некоторая ритуальная функция, поскольку у сказок, кроме привычных нас, кроме людей, есть еще и другая аудитория. Это духи. Духи тоже очень любят сказки. Так, например, для охотников Монголии, Алтая, Южной Сибири существуют такие рассказы о том, как надо правильно ходить на охоту. На охоту надо ходить втроем. Идет охотник, идет сказитель и идет такой духовидец, человек, который видит духов. Если охота никак не ладится, надо делать таким образом. Сказочник рассказывает сказку. Духи приходят ее слушать. Духовидец их видит. Охотник их ловит и шантажом и угрозами заставляет лесных духов выдать своих зверей. Таким образом охота удается. Во многих культурах Центральной Азии, когда умирает человек, вокруг него... Его кладут в специально поставленную отдельную юрту и всю ночь надо вокруг него сидеть. И сидеть надо вокруг него не просто так, а рассказывая, ритуально рассказывая сказки всю ночь. При этом очень опасно прерваться. Конечно, это выполняет такую практическую функцию, что нельзя заснуть, потому что во время будения заснуть неприлично. Но с другой стороны, этому есть и другое объяснение, что душа умершего еще там, и вместе с ней души других родственников. Поэтому, чтобы их ублажить, им рассказываются сказки, которые они приходят слушать. И часто для этих целей приглашают специальных сказочников, которые приезжают очень недалеко. Так, например, сказки и песни могут исполняться духом природы. Например, мы однажды в экспедиции столкнулись с одной прекрасной женщиной, потомственной исполнительницей песен. Она хорошо исполняла песни и сказки, речет о Монголии, где это очень сильно развито. И, в частности, она рассказывала, что если сильная засуха, то надо подняться на... И никакие средства не помогают, то одно из последних средств — подняться на холм, который считается принадлежностью домом местного духа Земли, и ему исполнить в одиночестве, исполнить ему сказку или песню. И, соответственно, если ему понравится, то он как бы нашлет дождь. Вот, пожалуйста, сказка, у которой не развлекательная функция, а ритуальная. И можно предположить, что в далеком прошлом этих ритуальных функций у сказки было больше. Просто мы сталкиваемся с какими-то фрагментами этого. На самом деле, когда сказки начали изучать, как и вообще везде в науке футилористики и антропологии, когда начинают изучать устный текст, мы всегда сталкиваемся с ними на излёте этого жанра. Ну, кроме анекдотов и городского фольклора. Да и то, в большинстве случаев это так же происходит. Когда записывали первые сказки, эта традиция уже начинала умирать. Сейчас она умерла. В русских деревнях сказки устно не передаются, их рассказывается из книг. Но при этом мы знаем, по крайней мере, ранние фиксации. Есть знаменитый папирус Весткар древнеегипетский, в котором описаны несколько древнеегипетских сказок. И мы знаем, что, соответственно, жанру сказки как бы пару тысячелетий. Потому что сказки в древнеегипетском папирусе Весткар имеют такую же, абсолютно такую же структуру, как и она есть сейчас. То есть ровно та структура, о которой мы говорили с вами в начале. И понятно, что проходит тысячелетие, а развлекательная функция не уходит, она есть. Потому что уже в этом папирусе Весткар, по контексту понятно, что эти сказки рассказывались фараону, потому что он ужасно заскучал. Ему было скучно, ему надоели его наложницы, его ничего не радовало, и вот ему рассказывали сказки. И ровно также с такой же интонацией, как вы помните, рассказывает Шахерезада сказки своему султану. Правда, там еще тонкие политические моменты, она под угрозой казни. Тем не менее, это всегда развлекательная информативная функция. Параллельно, действительно, в традиционных культурах, видимо, у сказки существовала и вот такая функция развлекательная по отношению к духам, потому что все культуры изобрели духов. И существует представление о нематериальном мире, который нас окружает. Сами представления могут быть разные, но эти представления есть. И эта развлекательная функция сказки, она работает не только на людей, она работает на духов тоже. И, соответственно, духов постоянно надо развлекать. Это то, на что, как сказать, тюркское слово для шаманского камлани, аюн, игра. Когда ты спрашиваешь шаманов тюркских, что это значит, они говорят, потому что мы должны играть с духами, потому что они как бы все время требуют развлечений. И одна из форм развлечений для духов — это рассказывать им сказки, то же самое, как хейзада для султана. И таким образом складывается вторая функция сказки — ритуальная. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok